Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Его кандидатуру внесла Ассоциация защиты прав малого и среднего бизнеса «Защита народа». Также среди кандидатов Олег Кассин, Фонд поддержки предпринимательства «Содействие», Геннадий Огородов, Агропромышленный союз от товаропроизводителей, Владислав Попов, «Деловая Россия». 28 декабря претенденты представят свои программы на публичное обсуждение. Процедура выбора проводится повторно. В предыдущий раз губернатор счел, что кандидаты не представили проработанных программ. Программа Экономика. Доход приносит только треть МУПа в Кировской области. К такому выводу пришли в КСП, изучив работу муниципальных предприятий за три года. Их сейчас в регионе 140, больше половины работают в сфере ЖКХ. С 2014 года МУПы получили 560 миллионов рублей бюджетной поддержки, а перечислили в бюджет в 56 раз меньше. И в 5 раз меньше по сравнению с периодом 2011-2013 годов. Это объясняется ростом цен на топливо, электроэнергию, долгами населения и организаций. Транспортным компаниям мешают развиваться нелегальные перевозчики, утверждают ревизоры. Экономика на 101FM. Далее информации от наших партнеров. Тысячи предпринимателей могут столкнуться с санкциями из-за страховых взносов. Это связано с тем, что налоговая служба начала с этого года заниматься администрированием этих платежей. И уже вскрылось, что только индивидуальные предприниматели должны в бюджет около миллиарда рублей. Это долги за прошлые годы, которые не были взысканы. Что делать бизнесу, чтобы не столкнуться с неожиданными требованиями налоговиков? Рекомендации руководителя компании-бухгалтерья Татьяны Максимчук. Запросите справку о состоянии расчетов с бюджетом в налоговой. Удостоверьтесь, что у вас там нет недоплат, которые впоследствии могут стать для вас сюрпризом. Из практики. Передача данных о долгах компании с ПФР в налоговую проходит недостаточно гладко. И вы можете столкнуться с тем, что у вас будут пени по взносам, которые налоговая потребует оплатить. Сверьте взаиморасчеты заранее, чтобы вас не приостановили операции по расчетному счету на эти суммы. У некоторых предпринимателей в этом году списались деньги по несуществующим долгам по страховым взносам. Для возврата потребуется грамотная переписка с фондами-получателями. Помощь профессионалов в ведении вашего бизнеса. Компания-бухгалтерья. Звоните 46-42-81. Экономика. В завершении валютах доллар на сегодня 57 рублей 73 копейки. Курс евро 68,54. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа Экономика. На 101 ФМ.